Всем привет! Наконец наступают долгожданные выходные. Можно с чистой совестью отдохнуть от напряженной рабочей недели и интересно провести свободное время. А чтобы ваш мини-уикенд прошел как минимум не скучно, мы поделимся с вами тем, какие же занимательные мероприятия будут ожидать жители Щелковского городского округа в ближайшие числа февраля. Начнем, пожалуй, с высокого, с литературы. В эту субботу в 2 часа дня в юношеской районной библиотеке вы сможете стать гостем литературной гостиной в честь 250-летия всем известного баснописца Ивана Андреевича Крылова. Название встречи уж сколько лет твердили миру. Помните, откуда строчка? Правильно, конечно же, из басни «Ворона и лисица». Да-да, той самой, где наша рыжая подруга обхитрила самую мудрую птицу на свете. А вот после интеллектуальных бесед можно смело отправляться веселиться. Например, сходить на живой эстрадный концерт на бис с участием Виктории и Антона Макарских. Он пройдет в субботу в 6 часов вечера в Большом зале Щелковского районного культурного комплекса. Напомним, эта приятная семейная пара действительно творческая во всех отношениях. Они и в кино снимаются, и поют, и танцуют. В общем, уверена, вечер они вам скрасят. А что там насчет спортивной жизни? С 16 февраля с часа дня и до 11 вечера в универсальном спортивном комплексе Подмосковья пройдет первенство среди мужских команд по мини-футболу. Как всегда, нас ожидает увлекательная и захватывающая игра. Приходите и поболейте за нашу команду. Не хотите футбол? А как насчет хоккея? Также 16 февраля в час дня и в 5 часов вечера в Литвиново пройдут хоккейные матчи спортивный клуб Литвиново среди любительских команд Лайт Лига. Одевайте куртку потеплее, не забудьте про шапку и посмотрите, как суровые ребята сразятся на льду в честном поединке. А если вы хотите еще более острых ощущений, то в воскресенье в Африаново спортивно-досуговом центре «Факел» состоится открытый турнир по боевому самбо. Как раз тот самый случай, когда поход и мероприятие окажется не только интересным, но и полезным. Ведь здесь можно будет посмотреть пару приемчиков, которые могут пригодиться, если, например, вы решите наказать воришку, посмевшую утащить у вас кошелек. Ну и напоследок наше любимое – кино. С радостью сообщаем, что в эти выходные есть что посмотреть. Любите квесты? А теперь представьте, вам пообещали, что за участие в нем вы получите кучу денег. Но есть небольшой нюанс – это квест на выживание. Именно в такую ситуацию попадают главные герои триллера Клаустрофобы. В кинотеатре Щелково фильм будет идти в выходные в 10.55 и в 21.00. Я точно схожу посмотреть, а вы? Если вы не очень любите напряженные картины и вам подавай что-нибудь веселое, а еще лучше романтичное, то сходите на российский фильм, выпущенный специально ко Дню всех влюбленных. «Громкая связь» – это отечественная адаптация квартета «Ина», шумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы». Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру. Участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг по друге. С вами была Мария Буржинская. Надеюсь, вы проведете эти выходные весело и со вкусом. Субтитры сделал DimaTorzok